орлан мм и против и евгений гембердиев заключили соглашение то есть договор друзья сегодняшнем выпуске у нас будет эксклюзивное интервью небольшое с евгением гембердиевом прямо из города тарас но прежде друзья небольшая информация противиком самый лучший казахстанский спутниковый телеоператор если вам нравится лига и вы хотите смотреть эти турниры в прямом эфире либо в записи то вам заканужем киев все тиви одессе тиви на тивиком и помимо этого канала вы сможете найти там же все казахстанские каналы все самые лучшие российский канал и все самые лучшие мировые каналы друзья также тивиком на платформах samsung smart tv и тиви smart lg предоставляет вам за 8900 тенге до конца года все самые лучшие мировые каналы это отличное предложение более подробно об этом всем друзья вы сможете узнать в описании под этим видео обязательно заходите смотрите созванивайтесь и ставьте себе тарелку либо приложение тивиком а мы продолжаем ассаламу алейкум всем зрителям и подписчикам канала наш боец.кз друзья сегодня мы поговорим про женю гембердиева будем говорить жене гембердиевом во первых он заключил контракт договор с команды орлан ммай против вот еще раз для тех кто в танке хочу объяснить что за тема но во первых друзья это не клуб орлан ммай против это не клуб вы спокойно можете принадлежать какому-то клубу да у вас там какие-то моральные или юридические отношения должны могут быть с ним и параллельно вы можете быть в команде орланом и против если вы помните я допустим про актюбинских пацанов я говорю про жакова про мороза про даурена допустим да клуб еркон кыш команда орлан ммай против я к чему это говорю чтоб допустим не возникло у вас у кого-то ощущение что женя бросил алаш прайд и перешел в орланом и против мы кстати говоря будем об этом говорить в интервью я там специально с подковыркой немножко даже задал этот вопрос сейчас я еще раз это просто хочу сказать что вы это поняли да мы совсем недавно я встречался с тургином кумаровым кумаровым это руководитель команды орланом и против и мы с ним когда мы встречаемся в общем у тургином всегда общаемся естественно за бойцов тургином профессионалом не всегда интересно узнать его мнение в какой-то степени ему интересно узнать мое мнение мы с ним общаемся то все и умеет и вот я бы говорит сюда я просто очень горит хочу чтобы вот к нам команду пришел жене гембердиев но вполне вероятно немножко неправильно понимают вот это вот что вот мы команда мы не клуб мы не претендуем на там допустим на какое-то прошлое этого клуба ничего мы не переманиваем к себе мы помогаем клуба и я был очень приятно удивлен на самом деле вот я вот после этого разговора то что тургин высказывал свое такое желание большое желание чтоб женя до заключил с ними договор пришел в команду орланом и против и я был очень приятно удивлен когда увидел пост жени гембердиева о том что он заключил контракт с орланом и против для меня это было вот радостная новость я сразу так подумал но сейчас наверняка тургин прямо так вот наверняка проделал какую-то работу я созваниваюсь я сегодня общался тургин кумаровым он будет нет мы ничего не уговаривал ничего такого ничего не было я вот там допустим уже не подписал с нами договор то есть я хочу чтобы вот сейчас обращаюсь наверное даже вот к руководителям клубов да ребят орланом мы против он призван для того чтобы помочь вашим ребятам добиться целей как вы этого не можете понять если вы вдруг этого не понимаете это надежный помощник вашей деятельности это тот источник ради благодаря которому вы можете дальше двигать своих пацанов не забывайте не нужно здесь какой-то устраивать непонимание конкуренцию кутни это почему-то на ярко кыш нормально же ничего же пацан я всегда говорю вот жара жумагулов клуб пир конкурс команда арланом и против ребят арланом и против что делает она помогает тебе совсем в подготовке твоего поединка допустим какому-то ты поединку идешь вот вашему бойцу надо сборы пожалуйста получите распишитесь нужны какие-то тренеры да у них там одни из самых лучших тренеров игорь фунтиков у нас нет ни одного тренера в казахстане боец которого хотя бы провел один поединок в ufc хотя бы правил не то что три раза победил три раза выходил три раза победил я говорю правда мира и смогулова а хотя бы просто вышел в клетку вася ну о чем вы ребята арланом против платит стипендию этим ребятам чтобы они хотя бы знаете вот не ходил он чтобы на работу там а а занимался своими тренировками готовился к поединку арланом против то тут то есть он обеспечивает формой ну спортивный спортивным питанием ребята но и при всем при этом абсолютно ребята не против чтоб там еще там допустим вот чтоб я объявил по крайней мере жалга жумагулов клуб еркон кэш команда арлан ммай против это четко понимать тут нет такого ну если ты не можешь короче вот это все обеспечить то факт ю спилберг но нет же такого наоборот они вам помогают и сейчас обращаюсь функционерам клубов казахстана пожалуйста отнеситесь к этому нормально это самое главное ну а теперь ладно все 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 окей ребят переходим к интервью с евгением и кимбердиевым все внимание на экран ассалам алейкум евгений приветствую тебя на проекте наш bs.kz не в первый раз тоже на этом проекте во первых сразу айф каул босса как твои дела как прошел карантин надеюсь все живы здоровы алейкум ассалам да все хорошо пост прошел улаза прошла все нормально потихоньку тренируемся дома ахамдуля но главная основная тема сегодняшнего выпуска это конечно же новость совсем недавно ты поставил свою подпись в автограф на контракте с командой орлан мм и против и у меня к этому конечно посту твоему твоему решению есть вопросы ну во первых все мы тебя знаем но я по крайней мере тебя знаю уже сколько лет лет пять-шесть как минимум как во первых бойца алаш прайда это во первых во вторых ты у нас тяжеловес у нас в казахстане проблема с тяжелого весами и я говорил то что я вот общался по крайней мере столь ген кумаровым у нас был разговор с ним он изъявлял желание чтобы ты попал вот именно непосредственно в команду орланом и против но были какие-то как я понял у тебя и или есть может быть до сих пор какие-то моральные обязательства перед непосредственно даньяк каскарау вам это президентом алаш прайда да и клубом алаш прайд вот расскажение пожалуйста что как как пошло почему вот только сейчас ты пришел в команду орланом и против легко ли было через какие там допустим вот препятствия ты проходил и были какие-то препятствия по этому вопросу вот именно непосредственно вот с аллаш прайдом нет аллаш прайдом я разговаривал насчет орлана на нерава например он не отказывался от орлана не говорю мне не идти туда нельзя там мы просто последний раз не получилось поговорить ну а так он не против орлана мм а не был против просто я не уходил даже за аллаш прайда я как бы в команде аллаш прайд но не смысле в клубе аллаш прайд но в команде орлана мм а ну еще как бы не точно я точно не знаю но доняра у нас нормально с ним все так же принципе то есть у тебя разговор с доняром был до по этому вопросу ну как бы раньше был потом что-то не получилось поговорить последний раз я вот на днях хочу поехать поговорить им еще раз ты сейчас в таразе да получается дома да я в таразе ясно расскажи пожалуйста подробности контракта с алланым и против насколько он период на какой период у тебя если не секрет поделись размером стипендий блин пока не могу слова на эту тему все-таки даже контракт насчет этого не могу пока чуть позже возможно все окей окей так ну теперь давай перейдем к твоей профессиональной карьере был пост у тебя я видел и фейсбуке и в инстаграме если не ошибаюсь где ты писал что в принципе очень хотел встретиться обратно сделать матч реванш с алексеем буторином что это за тема была расскажи пожалуйста я в принципе вообще не собирался драться но они выложили по эссе и выложили в инстаграме там публикацию сделали где проиграл бутовина и под публикации начали там ругаться между собой я не знаю кто там казахи там россияне начали там ругаться меня отмечать я даже сам я не захочу не хочу туда заходить и у меня выходит как там переписываться как там ругается как там национально вот ты проиграл там пишет там вот ну я понял что ну как-то зацепило меня что но если кто-то это хочет да я смело я только я наоборот у меня желание с ним подраться именно с алексеем но реванш хочется взять а тут еще и публика хочет болельщики хотят и не ну негатив тоже там был кто-то писал зачем типа ты проиграл да ну в общем там много комментариев по поводу кори хендрикса не хочешь еще с ним подраться кстати говоря да если предложу поделись просто у нас хорошее отношение с кори хендрикса мы с ним близко общаемся он парень неплохой такой последний раз вместе гоняли в принципе кого дадут с тем поделись главное что чуть-чуть меня продвинуло это если в случае победы как вообще сейчас свое состояние вот именно вот карьерное состояние на твой взгляд нормально мне кажется я могу могу выскочить к титулу если одним будет два выигра могу подраться вообще желание есть большое и вообще тренироваться желание выступать хочется думаю есть шанс там два дагестанца мы торин передо мной все ну и к шумрадов чемпион с кем-то из них надо подраться и можно выйти за титул даже у меня вопрос тебе вот смотри по ослажану бахчану лот твое мнение об этом бойца все-таки вы конкуренты да нет ослажан хорош он работяга молодец он вырос в дагестане на сборах вырос как боец вырос борьбу поднял лучше стал бороться то он тоже он тоже там кто-то я не знаю с этими до экстанциям будет драться не будет он же там как подручить общаюсь то он тоже бутерином звал кстати ну я не знаю слова как он будет драться не будет но тоже будет мне кажется это же спорт вот если говорим и про спорт как думаешь вообще лига и сей может сделать так что поставит вас против друг друга и бесси все может сделать им какая разница например они могут поставить просто я не вижу смысла для нас например если бы ладно никого не было вот мы там твоем со служаном все до чемпионы мы двое там за возможность подраться за титул и мы деремся ладно как то можно понять там есть еще трое два дагестанца там есть и у той я не вижу просто смысл они что захотят ну надеюсь они сделают все правильно по большому счету так теперь у меня вопрос такой какие-нибудь переговоры у тебя ведутся или велись вот в недавнем времени если двигаясь ей когда вообще в принципе планируешь выйти в октагон и может быть как-то хотя бы есть какие-то мысли кто будет твоим соперником мне вообще без разницы когда они скажут главное чтобы они дали 23 месяца минимум два месяца на подготовку все я буду готов соперник тоже мне без разницы бутовина дадут по дуториным поделюсь дадут другого дагестанца там нас рудина с рудина мысли магомедов подерусь мне в общем без разницы главное чтобы ну чуть-чуть такой бой чтобы меня продвинул случай победы у меня вас лажан готовится в дагестане там очень много все-таки конкурентов именно в вашем весовом дивизионе ты сам как думаешь насчет того чтобы слетать дагестан подраться и по подготовиться я тоже думаю поехать но вот например если такой сбор будет вот как в орланом ума был то можно не ехать там тоже вот для отличный сбор был последний именно там тяжелое было много 93 были пацаны человека 45 было таких с кем можно и побороться и в стойке парах вот если если такой сбор будет еще в орланом ума то нет ну не обязательно ехать дагестан если игорь фунтиков будет здесь конвендир будет рядом кто лапы поддержит кто борьбу покажет и спарринг-партнеры будут минимум человека 45 то можно не могу здесь подготовить чем более все будет ваиба наверху то вот так конечно если сборов таких не будет то лучше поехать дагестан или в чечню можно поехать в ахмат там очень много тяжелые тоже просто дагестане чтобы но не травмироваться там перегрузиться тоже можно подготовить главного часа чтобы вот этот карантин там границы открыли когда это все возобновится а сейчас слухов нет никаких вообще без понятия но я надеюсь то что вот когда 30 до 31 мая 30 мая до поможет у нас не месяц по моему 30 до должно это все завершится даст бог иншалла 31 мая у нас по крайней мере летники уже открыли ну у нас тоже открыли там даете да 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 есть ограничение по времени ну говорят что-то опять возобновляют по ослаблению не будет там что такое ну да что там вторая волна пошла на самом деле плату еще не достигли судя по всему ну что же спасибо большое что уделил нам свое время вот мы с тобой уже 13 минут общаемся большой тебе за это все я думаю то что мы в любом случае в ближайшее время с тобой еще свяжемся как только будет уже и карантин пройдет и уже будет ясно что-либо по твоему сопернику я сам думаю кого поставить интересно а кого настраивать спасибо большое же что уделил все время давай все все на связи вот такое друзья получилось интервью я надеюсь вам она понравилась я надеюсь у вас не возникло больше вопросов чем было мы же не в любом случае на связи я же не душу знаком очень-очень долго мне в гостях был и 8 женя бокс женя бокс это да жду вашего мнения что вы думаете по этому интервью про женю и гимбердиева это во первых да и в целом что вы думаете про команду арланом и против мне очень интересно друзья узнать ваше мнение но без оскорблений на этом у нас все обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх с вами был сула всем пока ассалам алейкум ари ведерчи а